Курушеву добавили срок. Бывшего депутата Заксобрания области признали виновным в еще одном преступлении. Как выяснилось следствие, Сергей Курушев занимался подделкой платежных документов. В 2009 году, являясь генеральным директором ООО «Труд», Курушев с помощью поддельных платежных документов переводил и обналичивал деньги через фирмы, которые фактически не вели деятельности. Суд признал Сергея Курушева виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Напомним, сейчас Сергей Курушев уже отбывает наказание в колонии-поселении за совершение пьяного ДТП, в результате которого погиб человек. Четыре человека пострадали в ДТП в Александровском районе. 25 ноября в 17 часов 40 минут на 90-м километре автодороги Колок-Шокольчугина-Александров в Верхней Дворике столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель «Хюндай» во время обгона выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Саньянг». После столкновения оба авто перевернулись и вылетели в кювет. В аварии пострадал водитель и трое пассажиров «Хюндай». С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медучреждения. Сотрудники полиции проводят проверку. По факту ДТП устанавливают все обстоятельства произошедшего. Новые случаи инфекционной пневмонии. Заболели еще двое учеников 46-й школы. Теперь количество заболевших пневмонии там увеличилось до четырех. Новые случаи заболевания диагностированы и в других школах Владимира. На утро понедельника по одному заболевшему в 23-й гимназии и 8-й школе. Напомним, недавно из-за инфекции почти на месяц на карантин закрыли 36-ю школу. Ребятам пришлось заниматься дистанционно. Сейчас ситуация с пневмонией находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Все заболевшие дети находятся на больничном. Карантин пока не планируется. Двумя проблемами меньше. На прошлой неделе мы рассказывали о жителях дома номер 59 на улице Комиссарова. В числе прочих проблем люди пожаловались нам на поврежденный столб уличного освещения. Жители рассказали, что после того, как столб задели спецтехникой, макушка с фонарем согнулись, а провода легли на крышу одного из гаражей. Кроме того, при замене участка газовой трубы на вводе в дом рабочие повредили отмостку. И люди не знали, когда все приведут в порядок. Нашу съемочную группу специалисты заверили, что проблему устранят в ближайшее время, и свое обещание сдержали. На этих кадрах видно, что столб освещения исправлен, а отмостка восстановлена. Владимирские гимнастки стали победительницами всероссийских соревнований среди спортивных организаций. Соревнования по спортивной гимнастике проходили в Пензе с 20 по 26 ноября. Агафонова Анастасия стала бронзовой призеркой по программе мастеров спорта и завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Бронзовую медаль в упражнениях на бревне взяла Александра Максимова.